Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим творожные булочки на пару. Для приготовления нам потребуется 250 грамм творога, 5% жирности, 400 грамм муки, пачка разрыхлителя теста весом 10 грамм, 120 грамм сливочного масла, 50 грамм сахарного песка, 50 грамм меда и одно крупное яйцо. Масло необходимо растопить. В горячее масло добавляем сахар и мед. Все хорошо перемешиваем. Нам необходимо, чтобы мед растворился, как и сахар. В горячем масле мед и сахар хорошо растапливаются. Кроме того, что мед придает пышность и аромат выпечки, он еще позволяет выпечке долго не черстветь. Теперь в эту смесь добавляем творог, яйцо и все хорошо перемешиваем. В муку добавляем разрыхлитель, слегка перемешиваем, чтобы мука и разрыхлитель смешались. И теперь добавляем творожную смесь. И все хорошо замешиваем. Тесто получается густым, из него можно будет лепить. Все перемешиваем сначала лопаточкой, потом руками. В чашу мультиварки я налила 1 литр воды. Сверху устанавливаю корзину пароварки. И руками формируем небольшие шарики. Выкладываем сверху на корзину пароварки. Обязательно необходимо оставлять расстояние между ними, так как эти булочки увеличиваются в объеме. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду на режиме пар. Пароварка у всех называется по-разному. Достаточно будет 30 минут. Если у вас отсчет времени начинается не сразу, тогда 20 минут. Время истекло. Вот такие пышные булочки получились. Достаем их. При необходимости доливаем воду и ставим вторую партию. Делаю глазурь своим любимым способом. Пока печется вторая партия булочек, а первая остывает. Смешиваем 2 столовые ложки какао, 2 столовые ложки сахарной пудры. И добавляем молоко. Молоко добавляем не все, сразу, постепенно. То есть, добавляю сначала 2 столовые ложки. Размешиваем. Если будет густовато, добавим еще. В итоге у меня ушло 3 столовые ложки молока. Теперь окунаем булочки. Покажу в разрезе, как выглядит булочка. Видите? Но мы разрезаем булочки, когда они полностью остыли. Тогда тесто получается вот такое пышное. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного чаепития и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...